Стоял ты пред всем твореньям Склонясь Стоял пред моим падением И крест ты пронес за меня На плечи свои взял весь грех мой Стою я, склонясь Что сделать мне? Что мне сказать? Сердце свое тебе Могу я отца стоять? Стоял ты пред всем твореньям Вечность держа в руках Всю землю приведет и в движенье Стою я, склонясь Стоял пред моим падением И крест ты пронес за меня На плечи свои взял весь грех мой Стою я, склонясь Что сделать мне? Что сделать мне? Что мне сказать? Что мне сказать? Стою я, склонясь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я думаю, что только со Христом. Наверное, спортсмены, воины, скорее всего, есть какие-то методики, но мне кажется, что мы сейчас будем говорить только о Христе. Сразу, кстати, вспоминается фильм «По соображениям совести». Да, я считаю, что это одно из таких явлений было, ну, нет такого понятия христианского кинематографа, но это то, что очень полезно для христиан, да, хороший фильм. Я его смотрел семь раз, и, знаете, на седьмой раз меня он вообще жестко прошиб. Вообще, вот такие фильмы, как «По соображениям совести», они для меня большой вызов, потому что, знаете, всегда сразу вспоминаются, значит, присказки, шутки. «Я не трус, но я боюсь», я буду сегодня говорить о мужестве, вот, и, ну, а Библия вообще много говорит о мужестве, как это интересно, да, но не обязательно мужество, это только относится к мужчинам, да, то есть мы часто слышим, что и о женщинах говорят, мужайся, да, там, и, но тут есть у меня своя теория, я немножечко сегодня, но я так скажу, что сегодня я, наверное, исключительно, сестры будут отдыхать, и исключительно по братьям буду проходиться, и проходиться буду жестко, потому что все-таки мужество от слова муж и мужчина. И, знаете, как я так скажу, ну, наверное, это супер, если у женщин есть мужество, я так скажу, и у мужчин, и у женщин есть гормоны, и они, как бы, считаются мужские и женские, и те, и другие есть у мужчины, и у женщины, но если вы понимаете, наверное, что у женщины преизбычествуют мужские гормоны, тогда у нее растут усы, и тогда, то есть идет дисбаланс, и то же самое у мужчины, если у него вот эти все женские гормоны больше, а мужских меньше, то тоже идет дисбаланс, поэтому как, ну, наверное, классно, наверное, во время войны надо сказать сестрам, мужайся, или там, там, я не знаю, муж умер, мужайся, там, да, но, знаете, знаете, давайте я так скажу, ну, не к лицу сестре, в принципе, мужаться, вот ей бы мужа бы нормального, который бы мужался, она бы рядом была бы, расслабленная. Вот с такого вступления я и начну, потому что, ну, тема очень накипевшая, я так скажу, вообще невозможно быть в миссионерской церкови без мужества. Ну, конечно, сразу, ну, знаете, я начну не с Иисуса Навина, хотя, хотя, в принципе, Иисус Навин, да, и мы часто читаем это место Писания, ну, я забегу наперед, скажу, что Иисус Навин, наверное, интересен или характерен тем, ну, я еще раз это увидел, но я об этом слышал много раз, что в одном коротком месте Писания Господь три раза сказал, будь мужественным. Это уже, знаете, это уже, ну, когда говорят три раза, это, наверное, ну, наверное, есть опасение, что с первого раза не поймет. Вот, сегодня идет полное нарушение, да, то есть общество, оно в кризисе, и оно в концу времен подошло, поэтому сегодня идет нарушение, вот этот весь феминизм, вся вот эта вот размытость полов, вот это все оно и так далее, поэтому какое мужество, да, сегодня уже, и вот это вот, и поменяние ролей, да, женщины говорят, как мужик, и, ну, такая сказала и, значит, запечатала, и мужчина такой, какой-то такой вот рядом где-то стоит, и встал в очередь, потому что жена сказала, да, но мы видим библейское основание, да, и я все-таки так скажу, что, ну, мы говорим, божьи мужи, ну, они божьи, и они мужи, и, конечно, мы видим там и Деворы, и, как говорит, пожелание, знаете, епископа Михаила Касьянова всегда братьям, да, братья, не будьте кем? Лапидофами. Да, то есть написано, что была такая вот Девора, она такая была красавица, она была такая классная, она была мужественная, и у нее был муж, Лапидоф, и больше о нем ничего. И вы знаете, вот вы меня извините, ну, нравится это или не нравится, у нас была такая ситуация, один раз одна, ну, не будем сейчас адресно, но один человек представил, говорит, вот там такая-то с мужем, и муж очень обиделся, я говорю, слушай, ну, если ты приложение, понимаете, это вообще печально, когда мужик, ну, бывают семьи, ну, вот ты хочешь, не хочешь, знаете, ну, это же чужую семью, как же в монастырь, да, не идут со своим усталом, но они так захотели, но, знаете, ну, это печально, когда, вообще, и нехорошо, когда жена приложение, да, но сегодня как-то, сегодня как-то жены, они не являются приложением, я попробую, сейчас уже все, все права женщинам уже, так, подожди, я вроде женщин сегодня не хотел трогать, да, вот, ну, понимаете, но, когда мужчина приложение, это печалька, печалька, этот эмодзи сейчас надо было вывести, понимаете, да, смайлик со слезкой, вот, потому что, ну, то есть, что такое для меня вот такие вот мужчины, это пьеро, опять от меня ушла больвина, вот это вот все, вы знаете, ну, конечно, мужество, оно формируется с отцом, так как у нас все отцы где-то подвиги совершали, не были дома, вот, то я не скажу, что, да, но у меня мама такая была, знаете, которая заставляла меня быть мужчиной, да, ну, наверное, пастырство очень сильно формировало во мне эти качества, и, знаете, я размышлял об этой теме, и понял, вот, если говорить о ценностях опять, да, вот какие важные качества характера для меня, если мы говорим об ученичестве все время, и о пастырстве, и, ну, вот для меня важно, знаете, ну, всегда мы характеризовались, может быть, больше, меньше, в меньшей степени, ну, наверное, все-таки даже если вот у нас уходили из церкви в последнее время, что уходили женщины, и некоторые прихватывали за собой мужчин, как приложение, вот так, чтобы мужчины, но чтобы это были мужики, я вдруг пришел к какому-то странному, мужики из церкви не уходят, вот, он вытерпит, он перетерпит, он встанет, он на колени встанет, да, ну, еще есть эти опорочные твердыни, которые воспитывались в мальчиках, никогда не говорите это, если вы воспитываете мальчика, вот эту вот глупость несусветную, небиблейскую, там, мужчины не плачут, потому что вся Библия говорит о том, что мужчины плачут, но плачут они перед Богом, это, я еще себя сдерживаю, я бы, знаете, сегодня проблема, знаете, то есть проблема России, дураки, дороги, да, и сопливые мужики, понимаете, мы должны, вот, женщины говорят, аминь, да, мужчины должны стать мужчинами, и мужество, извините, сестры, я хочу его забрать, мужество должно принадлежать мужчинам, а там, где мужчины уже мужество, там женщина, они, знаете, за ними не заржавеет, где надо, но, знаете, когда вот мужланские тетки, и когда нет вот этого, потому что я сейчас буду читать, вы все поймете, вот что я слышу в последнее время, ну-ка, самое интересное, что я от сестер не слышу, Стас, то есть на разборки приходят жены, в том числе за своих мужей, я редко очень от женщин слышу, я боялась, это я ее боюсь, блин, я говорю, пожалуйста, эту женщину не пускайте, я ее боюсь, я не слышу, понимаешь, ты слышишь часто от женщин? Я боялась, я, нет, баба на коне, русская женщина, в избу сразу, с ведра воды все затушит, всех затушит, и коней вообще все. Но что я слышу сегодня от мужчин, Стас? Я боялся, я боялся, размазня вот эта какая-то, да? И первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих, какие-то вот такие вот, знаете, наставления вере, бодрствовать, да, потому что действительно часто церковь спит, стоять в вере и быть мужественными и твердыми. Вот, по сути, важные качества христианской жизни. Ну, мужество и твердость – это одно и то же, потому что я поставил даже в некоторых переводах, где-то так переводится, поэтому это все из одной оперы. Мужество – это твердость духа. Вот, хорошо так все идет. Очень короткое определение слова «мужество». Храбость, храбрость и присутствие духа в опасностях. О мужестве очень много говорится. Это и философия, это и античность, и, конечно, Библия, потому что Писание говорит о мужестве, да, «Будь мужественны», и не только, кстати, обращение идет к Иисусу на вину, потом уже и к народу обращение «Будьте мужественны». И, понимаете, и когда пастор, мужественный человек, и говорит «было страшно», он не хлюпик, он, ну, то есть мне тоже было страшно, я просто страх свой не слушаю. То есть я думаю, что мужественные люди, и вот это мужество в Господе – это никогда тебе не страшно. Обычно трусы, они все время грудь вперед, «мне не страшно», там, хлопок, и его сдуло, да, понимаете? Он сразу напугался. А вот почему я обязательно вспомнил фильм «По соображениям совести», потому что ему было страшно, но он шел на преодоление страха. Вы знаете, страх, мужество, вера, вот где-то это всегда связано теологически, потому что боящийся несовершенен в любви, в любви нет страха, и, наверное, самая крайняя форма, что участь боязливых и неверных. Неверных – это неверующих. Я думаю, что верующий человек всегда будет мужествен, и отсутствие мужества – это вот признак слабой веры. Поэтому я сегодня рассматриваю мужество не как… Знаете, сегодня, наверное, парадокс, брунтальный мужик, вот внешне, борода такой грубоватый, кулачище. Внутри, ну, будем вежливы. Мы, пацаны, по-другому трусость называем между собой иногда, да, но не будем сегодня без нецензурной вообще, ничего нецензурного, хотя вы уже все все поняли, потому что мы часто это говорим слово, да, ну, скажем так, намочить штанишки будем так, ладно, скажем вежливо, да, вот, потому что мужество, оно… И смотришь, брунтальный мужик, а он трус. Вы знаете, вообще вот христианство – это удел смелых людей. И фильм вот этот классный, и кому гридеши, куда идешь, где львам скидывали. И вообще вот я понимаю, что жизнь – это не поле перейти, жизнь – тяжелая штука, всегда вызовы, да. Я был на миссионерской конференции, где некоторые страны даже не называют, где работают, но работают успешно. Вот, поэтому, вы понимаете, я в этой поездке, конечно, я уже четко понял, что для меня сегодня не так важно, сколько мужчин в церкви, но чтобы все они были мужественными, чтобы, простите, они не были вот этими бесконечными хлюпиками. Вот это, знаешь, ой, на меня надавили, ты мужчина или кто вообще? Или мне очень сильно, цитирую Галину Николаевну, я, ну, потому что она меня на себе не женила, и мне нравится, мне нравится, моя жена всегда говорит, что значит она на себе женила, что так говорят? Если на себе можно женить мужика, какой это мужик? Совершенно согласен. Понимаете? То есть, и у мужчины есть такое, знаете, по-хорошему, если это, да, есть такое качество, взять. То есть, муж взял жену в жены. Да, муж взял и обрезал детей. Ну, мужчина должен брать, они его там взяли. Знаете, как, тоже был такой случай, помню, заходит ко мне одна, их нет в церкви, заходит ко мне одна женщина в кабинет, мы еще в Тесизе было, и говорит, привлеките куда-то моего мужа. Я говорю, это, пожалуйста, в милицию, в полицию, там привлекают, можно в прокуратуру, можно в налоговую, там тоже любят привлекать, но не ко мне, я никого не привлекаю. И вы знаете, моя молитва, да, чтобы Господь поднимал мужчин, да, но чтобы это были мужественные мужчины, чтобы это были мужчины, то есть, чтобы не было анатомическая особь мужского пола, характеризующая некоторыми признаками, признаки сейчас не будем показывать, тут дети, но сегодня часто мужчины, это особи, характеризующиеся анатомическими признаками, все, и полное отсутствие мужества, и женщины, ну, даже еще вот это качали, там, с веслом, там, с серпом, там, с молотом, слушай, Оля, ты как-то так реагируешь, ну, ты понимаешь вообще меня, я знаю, но мужчины, если женщина пилит, значит, рядом какие-то дрова, да, я в это верю, у меня жена пилит, ну, так перестань быть дровами, она не будет тебя пилить вообще, понимаешь, и то же самое, понимаете, если жена, у меня такое жено мужественное, ну, значит, у тебя, оно должно компенсироваться, значит, отсутствие мужских качеств мужчине компенсируется мужланством женщины, да, и я вообще заметил, что когда ты начинаешь быть действительно мужчиной, когда ты действительно начинаешь быть, что такое для меня мужество, да, Итак, первое, это храбрость, это храбрость и стойкость духа. И вы знаете, ну, выживать будут мужественные, да, христианство это для мужественных людей. И вот это вот, я не выдержал давление, ой, меня ноги вытирают, ну, слушай, мужчина вообще так никогда не скажет, да. И очень важный момент, да, мужественными не рождаются, мужественными становятся. И любая кризисная ситуация, любая ситуация, вот как мы называем с вами час икс, когда хочется хлопнуть дверью, плюнуть, когда хочется соскочить, когда хочется слиться, ну, вот такая современная у нас сегодня, да, ну, зато вы все понимаете. То есть это время, когда, если ты это все не сделаешь по списку, ты станешь мужественным человеком. И в этом плане, конечно, это касательно и сестер, то есть это для всей церкви, потому что вот это послание, сейчас немножко вернемся, вот верните, пожалуйста, значит, первое послание Коринфянам, значит, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, это касательно всей церкви, это касательно всем, да. И вот, значит, смотрим, да, то есть считается это нравственной мерой, то есть мужество, оно относится к высокой нравственности. Ну, ну, давайте, как бы, это не скидывать счетов, что вообще, ну, христианская мораль, это мораль нравственная. Другое дело, когда это уже, знаете, Христос уходит на задний план, и когда уже говорят не о спасении и не рассматривают Христа как спасение, а уже как, ну, христианство – это хорошее нравственное качество, а Христос был хорошим человеком, который учил о морали, это все ливизна, это все гуманизм, да, мы понимаем с вами. Сегодня это пришло, это, как это мы говорили, ну, вот этот либерализм какой-то, ультризм или что там, ну, вот это все пришло, да, вот. Но, смотрите, то есть рассудительность, умеренность, мудрость, справедливость и мужество, да, они стоят в одном качестве, и я так скажу, что на самом деле это то, что формируется и формируется с таким, ну, не просто это все формируется, потому что проявляется мужество в опасностях, то есть должна быть опасность, должна быть опасность для души, да. Вообще, я думаю, что одним из актов мужества – это отвергнуть себя, отвергнуть себя и взять крест – это тоже сродни мужества, потому что это же нужно иметь силу духа, силу воли, вот. Ну и, конечно, еще раз повторяю, быть миссионерской церковью, церковь миссионерская должна быть церковью мужественных людей. И вот я пришел к выводу, я возвращаюсь к пасторской команде и вообще ко всем мужчинам, что моя молитва сегодня, ну, знаете, это не хвастовство ни в коем случае, да, это свидетельство, это хвастаю, это, как сказать, хвалюсь Господом, да, или радуюсь, но, вы знаете, с одной стороны, я так скажу, вот пасторская команда, которая сегодня существует, команда пасторов, которые, ну, несут на себе, и у нас сейчас в группе 15 человек, да, со мной, и несут на себе такое определенное давление, я скажу, что каждый из них – это мужественный человек. И второй момент, я скажу, что, ну, в пасторской команде быть, наверное, по этому нашей достаточно сложно, потому что, ну, наверное, самое важное качество, да, кроме того, что любить Иисуса, любить людей, да, просто надо быть мужественным человеком, потому что мужественный человек – это человек, который признает свою неправоту, и мужество оно нам помогает признать свою слабость. И я вам серьезно скажу, надо иметь мужество, чтобы покаяться. Ну, вот для меня, допустим, я вот принимал Иисуса, сидело 60 человек в зале, и никого не было. Вот для меня было мужество выйти, да, и я так скажу, я не думаю, что я когда-то определялся мужественными чертами, да, чтобы я это видел, но я понимал, когда я был помещен в город Березовский, да, вот, то есть я так сегодня скажу, Ромео – мужественный человек. Так, все, кто прошли через город Березовский, это вообще мужественные люди. То есть Андрей, Ромео, я, все, мы, в общем, мужественные люди. Да, у нас и сказала одна сестра, пастор, Березовский – это тренажер для пасторов. Там Господь нас тренирует. И вот Иисус Навин, 1 глава, 6 стих, по 9, смотрите, да, давайте откроем. Иисус Навин, 1 глава, 6 по 9 стих. Значит, «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся, от самых дать им». И опять, опять повторяю тут же, «Только будь тверд и очень мужествен». То есть твердость и мужество – это вот как бы одно, да, оно везде почему-то в Писании вместе. «И тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга о законах от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Когда ты будешь успешен, тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен». Третий раз Господь повторяю. «Не страшись и не ужасайся». Какой-то идет набор синонимов. То есть, понимаете, потому что он объясняет, да, то есть. Итак, мужество – это отсутствие страха. И антонимом, антонимом слова «мужество» является, в Библии оно встречается, является слово «молодушество». И мы читаем, вот мы сегодня искали, Галинка Лавина мне помогала в проповеди готовиться. Иеремия, первая глава, и в 17 стихе написано, Иеремия, первая глава, в 17 стихе написано, «А ты припаяшь чресла твои, и встань и скажи им все, что я повелеваю тебе». Друзья мои, нужно иметь огромное мужество сегодня в либеральное время. И я скажу вам, к сожалению, я не буду говорить слово «пасторы», потому что пасторы – это только одна грань. Я буду говорить о служителях, о множестве служителях, которые связаны с людьми. И я даже скажу вам несколько аспектов. Сегодня мужества не хватает служителям. Я приезжаю в церковь, мне говорят о проблемах, и я говорю, надо говорить об этом. Говорят, нет, нет, я не могу, скажи ты. Ну, чувствуете, да, там мужеством просто прет, просто сквозит. Второй момент – родители. Родители, вы знаете, у нас всегда церковь и семья. Родители. Ну, начнем с мужчин. Мужчина должен иметь мужество навести порядок в своей семье. Это очень серьезный момент, да, но наводить порядки через свой плотской взгляд, я так скажу, будучи, если ты в нашей церкви, я тебе даже не позволю это делать. Но навести порядок Божий принести – это надо иметь определенное мужество, особенно когда беспорядок. И, конечно, это вообще, наверное, уже край кризиса, когда дети не то, что не почитают родителей, они отца ни во что не ставят. И родители, я вам так хочу сказать, начиная с маленького возраста и включая, ну, наверное, скажем так, вызов, где должно проявиться ваше мужество обоих – это подростковое время. Это время понтов, там, пальцев веерами, хлопание дверями, объяснение вами там, что вы меня не рожали, потом она родит или он родит, и то же самое будет, те же вопросы вы искаете, что то же самое будет, понимаете, это же как это, нет, это водоворот в атмосфере бесконечной, да, это же бесконечные, бесконечные какие-то процессы. Поэтому нужно иметь определенное мужество, да, сказать своим детям, я тебя люблю, конечно, ты, конечно, свободен будешь, там, после 18 лет, но до 18 лет ты в моей квартире, там, бедлам делать не будешь, приводить сюда, кого попало, не будешь. То есть сегодня полное отсутствие мужества, а мужество – это вот такое вот, ну, важное качество веры, да, вот это как вот сохранить, остаться в христианстве, это надо вот одно из состояний. Ну и, конечно, то, что вот я сегодня вижу, были попытки в церкви поднять лидерство психологическим путем, путем тренингов, и придавали, ну, лидеры – это люди, которые там, и много качеств там, организаторы, да, это все ерунда. Для меня сегодня лидер – это мужественный человек, это человек, который может сказать, так, тихо, ша, мы сейчас Бога будем тут слушать. Да, это человек, который, и когда говорят, ой, слушайте, ну, то пастор церкви такой прям, я говорю, молодец, хороший человек, слава Богу. Бог его похвалит, Бог его похлопает. А когда говорит, ой, у нас такой пастор, как фликель, в принципе, вот туда-сюда, я говорю, ну, он ответит перед Богом за это, потому что это не есть Божье качество, да. И, ну, мужество, мужественный человек не будет убегать. И мы видим эти примеры, да, сбегание, и потом проглатывание там большими рыбами некоторых. Ну, хотя, видите, сложно сказать, не имея, который, скажем так, был мужественный человек. Все, кто строили, это очень мужественные люди, да. Вот, это те, которые, скажем так, стояли твердо. Давид. Я думаю, что он был мужественный человек, потому что у него были слабости, да. Соломон, да. Иона. Я не знаю, мужество ли это, или это вредность, вот, что он бежал от Бога, да. Потому что он не боялся, я так понял, сказать, что он боялся, что не покаются. Это что-то, это, знаете, есть такие, иона, это, мне кажется, диагноз какой-то такой, который, ну, да, это когда ты умнее Бога, и ты считаешь, да, я думаю, что это другая проблема. Но, в принципе, мы видим, да, это Гедеон, и вообще вот все божьи человеки, они начинались не мужества, можно я так сказать, с малодушия, а заканчивали мужеством. И, конечно, мы видим, что, вот, наверное, я такой вывод сделаю, процесс формирования Божьего служителя, это прежде всего формирование в нем мужественных, мужества, да, или вот этих мужественных качеств, твердости духа, смелости, храбрости, настойчивости, да. И мы видим, ну, мы вот перерискали все, то есть прямой не говорит Павел, но мы видим, что Павел, последняя моя проповедь про Тимофея была, Павел тренирует Тимофея в мужестве, как мужественного человека, он говорит, настой вовремя и не вовремя, да, там, и Титу, кстати, тоже, я сейчас почитал, вот, бегло пробежался, вот, то же самое, да, и вот, хочу вернуться к Еремии, пожалуйста, откройте еще раз, значит, первую главу, 17 стих, вот, чтобы говорить истину, истину людям, сегодня особенно, и как и всегда, это еще во время Римии, нужно быть мужественным человеком, и не малодушевствовать перед ними, да, я так скажу, что, ну, я не собирался, мы никогда не собирались, Галей, быть апостолами, нам просто Бог сразу сказал, что мы апостолы, а потом, да, помнишь, а на протяжении 30 лет подтверждал это, да, и сегодня не только я имею просто там дело с церковью, я имею дело с многими пасторами, даже теми, которые вроде и не являются нашими пасторами, но мы видим эту картину, мы приезжаем, и они как-то все тулятся, и уже, и я вижу, вот, я вижу сегодня хроническую проблему служителей, это малодушство, это вот эта вот боязнь сказать истину, да, и скажу честно, я очень долго, ну, ну, не знаю, я не могу сказать, что я никогда не говорил, я говорил с первых дней, но я с первых дней по морде за это, как сказать-то, переживал противостояние, ну, хочется как-то попроще сказать, ну, по морде я получал, можно скажу, потому что, и знаете, в результате я всегда себе говорил, ну, то есть, знаешь, когда, это же вот и есть, хуп-хуп-хуп, или не уклонишься, или устоишь, да, вот что я вижу, по анатомическим, я извиняюсь, ну, особенностям, вроде мужик, все нормально, да, вот, но смотришь, вообще качество отсутствует, вот что такое, вот нету, вот пастор прям не жалуется, не могу, нету тех, на кого опереться, я знаю, что такое, когда ты знаешь, когда вроде все мужики, но как только какая-то опасная ситуация, или тебя просто там несправедливо оболгали, и все, и как будто, поэтому мужество проявляется в опасных ситуациях, да, и послание евреям, 10 глава, 39 стих, мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, да, то есть колеблющийся, колеблющийся человек, это вот как антоним, как противоположный термин веры, колеблющийся, вот колеблющийся, малодушный, неуверенный, боязливый, вот это все одна группа людей, и вы знаете, тоже как бы считалось, ну, как бы в некоторых направлениях, и даже в философии, и в христианстве, что малодушие – это грех. Я, кстати, тоже, ну, посмотрел, оно, может быть, не сильно раскрыто, не сильно раскрыто понятие, что такое малодушие, слабость характера, выраженная в трусости, мелкой зависти, непроизвольной агрессии, потрясающей, потому что я заметил, что вот люди, у которых отсутствует мужество, но они, во-первых, почему-то все время завидуют тем, у кого получается, да, и вот попробуй его, ну, немножко так надавить, агрессия идет, но агрессия такая, знаете, она как, это как котеночек, которые то есть это не агрессия льва, нет, а Бог хочет, чтобы мы были львами, и чтобы мы были овнами, овцами перед безгласным, безгласной овцой перед Христом и львом из колена Иудина во всех стесненных обстоятельствах, а бывает часто наоборот, мы, знаете, перед Богом такие львы, и друг перед другом, а перед дьяволом, как эти котенки и как овечки, а должно быть наоборот, мы должны быть львами, поэтому мужество, это такое классное качество характера, которое мы можем всем желать, но я бы хотел больше желать его мужчинам, уже я все-таки считаю, что женственность, материнство, мягкость, теплота, вот это должно идти от женского, а вот от мужского должно быть смелость, решительность, да, вот я думаю, что мужество, оно еще очень сильно пересекается с ответственностью, то есть вот это уход от ответственности, это отсутствие мужественности, потому что, ну, надо собрать себя, надо, надо, надо в конце концов сказать «Я», вы знаете, как часто «Кто?» «Кто пойдет к доске?» И все начинают зашнуровывать шнурки, или там, ну, вы помните это все, мужественным человеком выйти и сказать, учил, готовил, учил, я помню, всегда так стих, говорит, и главное, говори, что учил, учил, но забыл, вот, и это все, мы все через это проходили, поэтому малодушие, да, и последнее, наверное, что хочу сказать, первое послание фессалоникийцам, пятая глава, четырнадцатый стих, умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, друзья мои, это, ну, как бы, послание, будьте терпеливы ко всем, это послание к пасторам, к служителям, это, безусловно, но это не оправдывает, но некоторые говорят, ну, вот же написано, что надо, надо утешать малодушных, вот и утешай меня, а может, уже хватит быть малодушным? А не надоело уже? Ну, поймите, ну, это вот как, как говорят, ну, он больной человек, с ним надо ласково, ну, тебе хочется быть всю жизнь больным человеком? И я помню, один пастор прям говорил, слушай, с тобой как со здоровым, тогда будет все по-взрослому, или как вот, знаете, вот ты, мне говорили, слушай, у него там это, мама говорила, ты с ним не это, а то он тебя убьет, ему ничего не будет, и мы всегда улыбались, их шоп, был у нас такой один, Вова, ну, он прям реально, вот у него что-то, видать, стряслось там, и вот он такой, вот, понимаешь, но не хочется быть таким, хочется просто быть действительно уже взрослым, мужественным, и вот вы видите, да, нас как будто Господь вот толкает дальше, да, вот, даже то, в чем я проповедую, да, то есть, ну, у нас новый какой-то этап в церкви, даже посмотрите, ну, это же до пандемии только было, чтобы столько глорий, за, ну, и столько событий, да еще и концерт этот межкомпессиональный, и все вместе, и смотрите, ни одного провала с этим, все, все excellent, и вроде нас, может быть, в плане толпу смело, может быть, нас поменьше стало, в плане того, что нету, нету этих, просто мертвых душ каких-то, нету мебели, да, как бы служители все остались, все, но мы стали более эффективны, и я понимаю, да, я вот, ну, я просто посмотрел на фотки, может быть, видели, там фотки, рыбаковы поехали, шесть с половиной часов они ехали, и с Гулу, машины-то нету пока, только в вере ее стоим, держим, да, и с Гулу едут они в кампулу, и в какой-то остановке, там какая-то, какой-то, какой-то сарайчик, шесть утра, ну, я понимаю, там Юля, и скажи, что Юля не должна быть мужественной, я думаю, там на нее посмотришь сразу, хочется, она как, ну, мы замечали, она и торгуется так, мужественно, и как понятно, что уже там выработалась, и вообще, вот я смотрю на некоторых миссионеров, я всегда говорю, ребят, вы их не осуждайте, они, может быть, немножко грубые кажутся, да, ну, потому что не институт благородных девиц, понимаете, потому что там будешь другой, и я вот, помните, ну, давайте так, Юля нас смотрит, Юля, я тебя люблю, ну, мы знаем, ну, у Юли характер есть, давайте, давайте, я так скажу мягко, характер есть, но вот сейчас, когда они стали жить в Уганде, я понимаю, слава Богу, что у Юли есть характер, там бесхарактерных просто, и, понимаете, вот там часто говорят, я не знаю, характерный я или бесхарактерный, наверное, я бесхребетный, почему все ржут, когда я так говорю, но я одно могу понять, я за 30 лет пастырской жизни бы бесхарактерным не выжил, и поэтому где-то есть, может быть, понятно, что Бог все равно нас обтачивает, ломает, да, Стас, ты знаешь, что такое, когда тебя обтачивает, ломает, но с другой стороны, вот я так тебе скажу, ну, ты вредный бываешь, да, прости, ты так сидишь, да, или бывалый, или бываешь, не знаю, да, но знают все тебя, но с другой стороны, ну, твое мужество помогло тебе все пройти, и сегодня иметь хороший плод, поэтому, друзья мои, ну, наверное, лучше быть мужественным человеком, может быть, где-то иногда резким, Бог поправит, чем быть мямлей, вот этой вот бесконечной, и вот это, а я боялся, кстати, одним из ярких примеров молодушия является вот эта притча, о закопанном таланте, когда он закопал талант, ему говорят, а что ты, а я боялся, а ты человек жесткий, а жнешь там, где не сеял, а, я жесткий, так тебе сейчас будет, понимаешь, вот такая притча, потому что это малодушие, малодушие, это вся пассивность, и это отсутствие действия, да, мужественный человек, он будет, ему подвиг надо, подвиг, его толкает все время, да, на свою, на что он там, на свою ищет подвигов, и приключений, да, ну, вы сами понимаете, пассивная церковь, знаете, такая мямля, и миссия, так на первой миссии лев съест, понимаете, вот, надо быть таким, где-то и любящим, и мягким, но и так, знаете, вот есть такие сестры, я бы их взял бы с собой в Африку, от них лев убежит, у нас, помню, одна покаялась, она такая, пастор, что ты с ним разговариваешь, я бы ему внюх сейчас уже дала бы, я помню, у нас все было хорошо, сидят сестры там, мужья там не пускают, один муж сидит, говорит, а что делать, меня жена не пускает, Библия рвет, я помню, проповедник аж потерялся, говорит, это, говорит, тяжелый случай, это что-то особое, понимаете, и я помню, как мы к ней на базар-то все, она торговала, и я думаю, сейчас я у нее куплю, помню, маргарин, дайте маргарин, на, и я понял, все, спасибо, я все получил, и я вся говорил, ее только Бог приведет, ее действительно только Бог привел, но это помните, это через две недели, что-то была какая-то ситуация, и я как бы, ну, я как бы демонстрировал пример смирения, то есть, ну, как бы тоже хочется нам в глаз дать, ну, ты смиряешься, она говорит, а что ты смиряешься, я бы ее уже ему в нюх дала бы, я думаю, о, слушай, я такую почувствовал защиту, она, она, бидиболдингом, потом занималась, бодибилдингом, или чем там, как это называется, понимаете, да, то есть, и как бы, и поэтому, пару сестер таких в команде, нормально, знаете, тогда, это так, типа, хочешь куда-то пойти, слушай, иди узнай, и ты, понимаете, дать же, поэтому, как бы это неплохо, это неплохо, но, но хочется иметь мужчин мужественных, понимаете, то есть, поэтому, я еще раз говорю, проявление мужества, оно у всех, и, и мы можем, женщине, мужеству пожелать, но, мне вот, кажется, что вот, и это, когда желает женщине мужества, это вот, не совсем хорошее обстоятельство у нее, потому что, если у нее муж, мужчина, там, еще пять сыновей, мужиков, какого ей мужества желать, ей хочется женственности пожелать, чтобы хоть как-то разбавил эту казарму, понимаете, ну, понимаете меня, да, а, а часто же, это вот, мужество желают, вот, там, сыновья на фронте, эти отцы на фронте, и, вот, Русская баба и мужество ей. Но мы должны уйти от этого. Потому что где-то все-таки там есть Девора, есть еще... Руфи она не мужеством взяла, да? Она взяла покорностью, смирением каким-то, да? Какой-то верностью. Поэтому мужество вам, братья! И женственности вам, сестры! Сегодня не 23 февраля, а не 8 марта, но скоро. Давайте встанем! Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе «Пожертвования». Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас! Реквизиты счета